Я, в отличие от некоторых депутатов, я достаточно оптимистично настроен. Я знаю, что президент не оставляет без внимания обращения к нему, в том числе и в социальной сети. Поэтому я уверен, что ему доложат о таком обращении детского городского совета, принятие такого решения. И я уверен, что реакция будет незамедлительной. По крайней мере, распоряжение о подготовке такого законопроекта, если его еще нет. Потому что сегодня прозвучала информация, что якобы какой-то сегодня зарегистрирован законопроект. Не знаю, я не видел его еще содержания, сейчас мы его изучим. Но я уверен, что есть все возможности для того, чтобы услышать и реализовать это в кратчайшие сроки. Вы знаете, если бы мы говорили с вами о том, что трудно сложно набрать голоса. Сегодня все факты есть для того, что есть факторы, говорят в пользу того, что сегодня, если есть политическая воля, то это решение будет принято в кратчайшие сроки. Я считаю, что должен быть конструктивный диалог, к чему я и призывал. Мы попали в ситуацию, когда до нас были проданы практически все объекты коммунальной собственности, находящиеся на побережье. Были проданы. Естественно, после этого, ну сколько это естественно, что человек, который купил, оформил себе землеотвод, участок. Планировал реализовывать. И такие объекты еще есть. Те, о которых мы не говорим, о них сегодня ничего пока не строится. И думаю, что не будет строиться. По крайней мере. Но я вам скажу, когда я сегодня говорил, пытался, чтобы меня услышали те общественные организации, общественники общественной организации, люди, которые пришли сегодня, насколько их сегодня обманывают. О том, что и мы покажем документы нашей попытки, когда отменили, даже есть у нас решение, когда зонинг отменили. В отношении определенного участка. У нас есть решение суда, которое запрещает проверять отдельные стройки. Был запрет, например, на одну стройку, достаточно большую, резонансную стройку, которая сегодня создала еще один транспорт-эколапс в городе. Так вот, попытки наши остановить когда-то эту стройку увенчались ничем. Но что мы получили, человек пошел, когда мы это сделали, обратился в суд и получил решение судебное, запрещающее ГАСКу проверять эти стройки. Я не знаю, удивляет вас или не удивляет. Вы посмотрите, поэтому мы знаем, что мы говорим. А это люди, которые говорят, давайте ведем мораторий решением Одесского городсовета. И почему я сегодня так уделил этому внимание? Послушайте, ну когда говорит человек не юрист, а просто эмоциональный, общественный деятель, эмоциональный, я понять его могу. Когда человек себе моделирует ситуацию, приняли, с другой стороны находится человек, который решил реализовать свое право, построить что-то, построить. Он хотел, у него бизнес-платность. Он идет, берет пакет документов, перечень которого установлен законами соответствующими, приносит, подает. Ему отказывают, говорят, нет, у нас мораторий. Знаете, у нас перерыв сейчас, как они, перерыв у них на три года. Тогда человек идет в суд и говорит, послушайте, разъясните мне, там депутаты в городсовете придумали какой-то мораторий. Вы мне объясните, пожалуйста, что это такое, что за форма такая. Ему суд доходчиво объясняет, что это ерунда. Вот и все, чем закончатся вот эти все перекрытия улиц, крики, манифестации и плакаты. Мы предложили совершенно другой путь, который не такой долгосрочный, как нам может казаться. Сегодня при политической воле это можно реализовать в кратчайшие сроки. Не временной приостановкой застройки, а в целом дать возможности нам проанализировать, что мы хотели. Мы хотели взять, прийти и что мы делаем? Проанализировать, где у нас есть участки частной собственности. Встретиться с людьми и сказать, уважаемые друзья, мы понимаем, что вы когда-то покупали в целях строить, застроить. И чем больше, тем лучше. Сегодня ситуация другая. У нас другое отношение к своему городу. Мы приняли генеральный план, мы определили границы парка. Мы сделали много чего, чего не делалось до этого. Поэтому сегодня другая ситуация. Давайте с вами найдем компромисс, что вы не строите, не застраиваете. А что можно строить? Давайте посоветуемся и скажем, что там можно в зоне рекреации. Допустим, какой-то спортивный центр. Вот все, что можно строить в этой зоне. Проговорим, определим и скажем. Мы закрываем этот вопрос раз и навсегда. Вот из участки мы определили, что там можно делать. Люди это сделали, реализовали. Мы получили хорошую инфраструктуру, например, посовещавшись со всеми. И закрыли этот вопрос раз и навсегда. Все. И в этот момент мы решили, чтобы это сразу было кто-ля. Собраться его. Я пользуется своего для... Ми coating. M reason. Соседанного. Мы получили lá.